Продолжение следует... Мы начинаем обсуждение этого финала. Внимание на экран. Продолжение следует... Продолжение следует... Почему так мало телезрителей выиграло? На ваш взгляд? Я думаю, еще раз, это потому что нет давления вот такого личного, когда есть кураж, есть веселье. Если бы вы наблюдали за лицами, каждая команда, когда садилась, ну, практически каждая команда, когда садилась, так вот веселилась, улыбалась, и это залог успеха. Рекордный призовой фонд. Я видел искреннюю радость на лицах наших гостей и телезрителей. А вы тоже? Безусловно, слушайте, но это большие деньги. Это почти 3,3 миллиона рублей. Выигрыши телезрители получили больше, чем миллиона рублей на человека. Это рекордные суммы. Если бы сегодня пришлось выбирать лучший вопрос, кому бы вы вручили один приз? Я бы выбрал вопрос из Саранска про гейши Ван Гога. И у меня нет никаких сомнений, что меня бы поддержали академики, телезрители, и это была бы бриллиантовая сова. Да, я помню, Татьяна Медведева как раз и получила бриллиантовую сову за вопрос о Ван Гоге, колыбельная Ван Гога. Представляете, какие совпадения? Наталья Алексеева, конечно, да. Вы сам поклонник Винсента Ван Гога? Безусловно. Вы бы ответили на этот вопрос? Нет, я бы не ответил, нет. Я несколько вопросов сегодня взял, но этот и даже близко нет. Вы уже поздравили Максима Поташова? Сейчас хочу поймать его сразу после нашего интервью. Спасибо, Владимир. Это первая его бриллиантовая сова. Никогда не поздно исправить ошибку, мне кажется, всему клубу. В чем ошибка? То, что это только-только Максим получил свою бриллиантовую сову. Он ее достоин по всем параметрам, без всяких вопросов. У нас нет показанных двукратных обладателей бриллиантовых сов. Ну, что поделать. Максим достоин своей бриллиантовой совы и за сегодняшнюю игру, и вообще за всю свою игру. Спасибо, Владимира, с наступающим. Спасибо, с наступающим. Всех с наступающим. Спасибо. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Как вам финал? Блестящий финал, блестящий финальной серии. Четыре команды. Алексей Евгеньевич уехал, он действительно человек очень занятой, поэтому вам придется сейчас отдуваться перед телезрителями. Алексей Евгеньевич на все готов. Вы тоже были за Максима Паташова? Да, я был за Максима Паташова. То есть, во-первых, это то, что называется нарастающим итогом. Потому что, во-первых, он играл много, во всех играх он ярко себя проявлял. И сегодня первый гол, и команда в финале. Ну, все справедливо, надо просто обращать на это внимание. По совокупности игр, да? Да, ну, это лучший игрок года, поэтому по совокупности игр, конечно, ну и в финальной игре в частности. А чем для вас, например, отличается бриллиантовая сова от хрустальной? В чем принципиальная разница для вас? Материал, из которого она изготовлена. Да, приз дороже. Ну и, конечно, вы уже сказали, что лучший игрок года. Да. Ну и вопросы сегодня были достойные? Вопросы были достойные, и то, что команда с ними так довольно, ну, без труда справлялись. Нет, ни одна из команд же не проиграла свою часть финала. Да, да. То есть, Максим в итоге взял три очка, да, и остальные команды по очку. Ну, справедливо. В нашем пути игра с элементами справедливости, но сегодня этих элементов было очень много. Да, сегодня игра просто справедливая, без элементов. Мы попробуем сейчас зайти в зал, может быть, поговорить с телезрителями. Спасибо, Андрей. Спасибо вам всех с наступающим Новым годом. И вас, спасибо. Всего доброго. Ну что ж, пойдем в зал. Спасибо, дорогие. Да, счастье. Так, а вот у нас Максим. Добрый вечер. Поздравляю вас с бриллиантовой совой. Покажите нам, пожалуйста, нашим телезрителям. Тяжелая? Тяжелая. Тяжелая. Честно, скажите, вы мечтали об этом призе? Вообще нет. Я не думаю о призах вообще никогда. У меня мысли такой не было в голове и сегодня тоже. Вы сегодня пытались называть Кима Галачана. Кстати, почему вы бы ему хотели бы этот приз отдать? Ну, я просто прикинул, кто проявил себя наиболее ярко и, честно говоря, не хотел называть свою команду, потому что, ну, у нас очень командная игра. У нас нельзя сказать, что кто-то один ярко выделяется. А Ким в игре команда Белозерова был таким явно движущей силой. Новичков еще называли Михаила Савченкова, но, наверное, рановато еще. Ну, я не знаю, Миша блестяще провел свою дебютную серию. Я думаю, что все в ближайшем будущем будет, Бог даст. А тяжело было играть в таком формате? Сел, встал? Вообще нет. Вообще не тяжело. Ну, мне приходилось играть в пересадку не раз. Нет, мне как раз показалось, что формат очень такой праздничный и воодушевляющий. Ну, что ж, я поздравляю. Вы, по-моему, десятый знаток, который получил вообще этот приз. И теперь у телезрителей 11 бриллиантовых усов, у знатоков 10. Ждем в следующем году, что счет сравняется. Спасибо, Максим. Полина, добрый вечер. Я уже не помню, в какой раз вы играли сегодня против знатоков? Тоже не очень помню, наверное, пятый. Тяжело было? Проще, чем прошлый финал. Я волновалась немножко меньше. У вас красивый вопрос про телеграмму. Как вы его нашли? Я люблю тему «Титаника». Она мне близка, она мне интересна. Я люблю это время, быт, одежду, литературу, живопись этого времени. И поэтому, поскольку я смотрю много передач, документальных, оттуда и родился вопрос. Кстати, в последнем раунде ваш вопрос потрясающий. Я помню, Андрей Козлов как-то задавал, когда знатоки задавали вопросы телезрителям, задавал вопрос о «Титанике», о фильме «Титаник». Так что вы могли попасть на человека, знающего эту тему, на Андрея Козлова. Вам повезло, что... Хотя нет, не повезло, ведь тоже ответили. Вы рассчитывали сегодня на выигрыш? Я рассчитывала сыграть с красивым вопросом, а выигрыш уже делал второе. Хотелось бы победить, но я люблю говорить, что у судьбы все вовремя, поэтому, если не сегодня, то в следующий раз. Или через один. Вы уже участвовали в финале года. Расскажите, второй раз легче эмоционально? Конечно, легче намного. Уже и лица знакомые, и редакторы, и обстановка уже меньше волнения, хотя, конечно, его градус все равно высок. Впервые вы сыграли, по-моему, в тринадцатом секторе. Да. Вот расскажите тем, кто постоянно присылает нам вопросы в тринадцатом секторе, но не выбирает компьютер, как не отчаяться? Как не отчаяться, способ только один – писать, и еще раз писать, и посылать еще раз вопросы. Если не сыграло сто вопросов, послать еще сто. Тогда наверняка. Спасибо, и поздравляю вас с участием. Не с победой, но с участием. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так. Господа академики. Наталья Алексеева. Наталья, ну вот, как вам вопрос о Ван Гоге? Это же ваша тема. Моя тема, немножко завидую, что проглядела. Вы ответили, кстати? Ну, вы знаете, что-то ван Гоговское, да, он действительно пользовался картинами японскими. Это я помню, это очень часто присутствовало в его жизни. Вы не ответили сейчас. Ну, что-то было знакомое, что-то знакомое, где-то в памяти это впечаталось. Вот, кстати, телезрители могут рассмотреть, да. Да, ее рассмотрели. Гравюра, да. Интересный вопрос. Вот если бы выбирали сегодня лучший вопрос, какой бы вы выбрали? Вы знаете, про бильярд. У вас Наталья Алексеевна, простите, Семеновна. Да, вот он мне понравился вот по логике. Я не думала, что такое можно устроить у себя дома. Познавательная функция нашей программы. Спасибо, Наталья. Господин Сущенко, ну не убегайте от нас. Да, и Наталья Семенова. Наталья, да, сейчас я к вам вернусь. Расскажите, как вам игралось сегодня? Очень хорошо. Мне так понравилось. Просто такой финал классный. Очень понравилось. У вас тоже есть уже опыт участия в финале года и, наверное, волнения меньше. Волнения меньше, но все равно присутствовало. Все равно это волнительно. Но я очень счастлива вообще, что я попала второй раз на финал года. И вообще я рада просто, что в моей жизни есть что, где, когда. Я счастлива просто. Только что академик назвал ваш вопрос лучшим сегодня. Вы согласны? Ой, я рада. Приятно очень, да. Приятно. А как он рождался, тяжело? Вы знаете, нет. Просто вот читал книгу и обратил внимание на тот факт, что он может быть основой для создания вопроса. Интуиция должна подсказать. И должно, знаете, щелкнуть вот такое что-то, щелкнуть, что вот этот вопрос должен подойти. Именно для программы, что где, когда. Наталья Владимировна, вы играли против команды Белозерова. А с кем из этих четырех команд вы бы хотели сыграть заранее? А с кем вы хотели? Я хотела бы и с Александром Друзьем, с командой Друзья. И с Максимом Паташовым. Вы не очень довольны. Нет, почему? Я довольна, довольна. Играю командой довольна. Мне вообще все очень понравилось. Ну что ж, поздравляю, поздравляю вас с выигрышем. Спасибо большое. На что потратите, спрашивать не буду. Думаю, что вы найдете, на что потратите. Спасибо большое. Спасибо. Николай. Да, да, да. Ну вот вы впервые в нашем зале, хотя сыграли уже 20-й раз. Ну как вам здесь? Очень волнительно, здорово, ощущения такие. Прям присутствие. Выглядит все совершенно по-другому по телевизору, все это не так. Здесь прям чувства просто прут с меня. Если можно так сказать, извините за мой русский. А что особенно удивило здесь? Не то, чтобы удивило. Ну просто вот идешь, оказывается, Паташов тоже живой человек. Он на самом деле есть. Поздоровался с тем знатоком, с другим знатоком. Очень интересно, очень волнительно. Просто здорово. Многие телезрители помнят ваш вопрос о собаке-тигре, о чапе. Сейчас покажут фотографию. Мы были сами очень удивлены, что знатокам достаточно показать собаку, чтобы они забыли обо всем. Какой из ваших 20 вопросов вы считаете самым удачным, самым лучшим? Если в плане красоты, ну вот про собаку мне вопрос нравится. Мне понравился мой вопрос про разделяющийся ледокол. Ну такие вопросы, которые можно брать. Мне понравилось, как я выступил телезвездой, помахал рукой и все такое. Эти вопросы мне понравились. Сегодняшний вопрос мне как-то кажется проще, чем те, которые я сейчас назвал. Но тоже в нем есть своя логика, и его можно было брать. Тем не менее, вы выиграли сегодня. Да, я прям, я просто счастлив. Да, ну и более миллиона рублей вот позади вас на экране сумма. Вообще, вообще, теперь миллионером стал. Что вам сказала, ваша супруга Оксана, она ведь предсказала поездку на финал года. Как это было? Ну, как это было? Вот когда сыграл мой вопрос про чапу, она мне сидит и говорит, поедешь на финал. Я говорю, я уже все лимиты в этом году перебрал, уже такого просто быть не может. Она, поедешь, поедешь. И когда мне позвонили, я к ней прибежал, что меня зовут. Она, да я тебе говорил, а что ты? Вот так спокойно отнеслась к тому, что тут человек предсказывает. Я ее побаиваюсь. Николай, село Карабулак, оно большое? Сколько живет там человек? Ну, когда-то это был поселок городского типа, потом стал просто поселок. А село он стал с 2016 года. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, что отток населения. Вот сейчас у нас 16 тысяч человек. И все вас знают? Ну, не все, но многие меня знают, да. Я все жду, когда улицу переименуют мою, где я родился, в честь меня. Но пока до этого не дошло. Ну что ж, вы сыграли с командой Козлова. И, кстати, вы третий раз выигрываете именно у этой команды. Нет, наверное, будет моя любимая команда теперь. Вы и хотели с ней сыграть из этих четырех? Я, честно говоря, в зимней серии я болел за белозерцев. Они такие молодые, позитивные, веселые, красивые. Я желал им выйти в финал. Ну, они вышли в финал, получается, в том числе. И они. То, что я сыграл не против них, может, даже это и лучше. Вдруг бы они отгадали. Поэтому я доволен результатом, доволен финалом. Вообще всем доволен. Даже если бы мой вопрос не сыграл, я все равно был бы доволен. Потому что я приехал, столько всего интересного. А так это еще дополнительные такие плюсы. Спасибо, Николай. Господин ведущий, здравствуйте. Борис Крюк, ведущий, что, где, когда. Борис, как вы оцениваете этот финал года? Он такой необычный. Как родились эти правила? Вообще, в принципе, все спонтанно было. Абсолютно просто ход зимней серии. Он сам подсказывал себе, мне подсказывал какие-то неординарные решения. Потому что, ну, когда все выиграют 6-5, ну, должно быть, что какой-то другой выход должен быть из ситуации, на мой взгляд. Чем просто, как бы, вот все 6-5, а этот просто позже играл. Тем более, что все-таки у команды друзья была возможность сыграть 6-4. Я все-таки не постфактум же, как бы, поставил им планку чуть повыше. Ну, мне кажется, что это такой год, и, как бы, ну, хотелось что-то такого. Слегка подпортили настроение команде друзья перед прошлой игрой неделю назад, да? Я вот, да вы, в отличие чем дело, я подпортил настроение Александру Друзю. Потому что, я запомню этот год, у меня вот один кадр в голове, когда я объявляю правила, у Александра Друзя перекореженное лицо, а Дмитрий Авдеенко аплодирует одновременно. Вот, поэтому это лично, как бы, не команде, а именно Александр Друзь. Он все хочет, все выиграть на свете. Понятно. Борис, а вот у нас много рекордов, рекордный призовой фонд, и знаток сыграл 100 игр, тоже рекорд, который не скоро будет побит. Если Паташов будет играть так часто, то довольно быстро. А чем, какие еще рекорды вы назвали бы в этом году? Я, честно говоря, с рекордами не очень. Это вы мне подсказываете, какие рекорды, я их иногда озвучиваю. Я с рекордами не слежу. Мне кажется, что это очень необычный год, и столько всего произошло, и молодые команды, и потом бывалые так себя показали в осенней, потом в зимней серии. Вот эти вот хрустальные атомы была игра, тоже очень запоминающаяся, да, и все с сюжетом, все с моим любимым счетом. То есть, ну, вообще, мне кажется, очень... Вы ничего не делали для того, чтобы 6-5 четыре раза подряд... Что я могу сделать? Во-первых, я на волчок не влияю. Во-вторых, я не влияю, на что отвечают... Ну, могу сказать для примера, что... Мне, например, казалось, что не ответят на вопрос про победителей лотерей, а на него ответили, а... Досрочно. Досрочно. Ну, просто, значит, знали информацию. Вот, а наоборот, мне казалось, что на бильярд ответят, а на бильярд не ответили. То есть, как-то вот... Никогда же это не просчитаешь. Еще рекордное количество капитанских дебютов, да, те, кто раньше не играл капитанами. Это ваше. Вот это ваша линия, да. Это... Хорошо, тогда вернемся к финалу. Как... Тяжело ли было выбрать кандидатуру обладателя бриллиантовой совы? Максим Паташов. По этому финалу вообще очень просто. Единственное... У меня... У меня единственное, в чем были мои сомнения, это как бы по сезону, ну, на мой взгляд, это Дмитрий Авдеенко, как бы вот, на мой взгляд, да, вот по всему сезону. А по финалу Максим и вообще в целом Максим. Ну, как бы в целом вообще, вот по всему, сколько всего он сделал. Так, а он здесь стоит, что ли? Да, Максим. Я все при нем говорю. Сколько всего он сделал в этом году и сколько было перипетий. Как бы мы с ним это все знаем. И я считаю, что это как бы такая вот... Вот такая точка правильная. Я не знаю, можно ли при телезрителях оценивать их вопросы, готовы ли вы. Ну, мне кажется, что здесь не надо оценивать вопросы, потому что по тем или иным причинам они оказались в финале года, просто так в финале года вопросы не оказываются. Там бывают причины, по которым не попадают в финал года, а вот попадают все по хорошим причинам. Ну, тоже бриллиантовый совет, достойные вопросы были сегодня. Безусловно, безусловно. Мне кажется, про Ван Гога замечательный вопрос. Замечательный. И по тому, как сыграл, очень хороший вопрос про бильярд. Какой еще остался? Про цирк? Киево. Ну, он такой как бы сложноватый, но мне кажется, что его можно было раскрутить, но он уже такой более трудоемкий. По-моему, Ван Гог сложнее. Ну, по-моему, нет. Ну, там же... Вы знаете все картины Ван Гога, вы же его любите. Нет, я вообще не знаю картину. Я знаю слово «почему скалеобрезанное?» Почему? Ну, почему скале... Там не, там, не часть. Почему? Там очень, на мой взгляд, есть очень точное слово. То есть понятно, что там картина, а какая картина? Тут друг, как бы вот... Не потому, что я вообще... Я видел эту картину, он никогда не обращал внимания на гравюру, на ней. Вот, кстати, нам ее показывают. И что? Просто показывают картину. Борис, ну вы уже пожелали телезрителям... Естественно, так он всем пожелал. Да, я думаю, что телезрители, конечно, огорчены, что вы отменили 13-й сектор сегодня. И что? А вы сам-то не огорчены? Я не огорчен, нет. Вы любите выходить? Хорошо, чтобы сыграли телезрители. Вы знаете, ну здесь очень много разных причин, по которым я не смог сегодня играть, поэтому я думаю, что вот такой год, четыре команды, еще найдется время, когда я сыграю. В целом, вам финал понравился? Да. Ну что ж, спасибо вам от телезрителей. Мне только вот очень жалко, что Авдинка досрочно ответил про лотерею, потому что там, честно говоря, я надеялся, что мы продолжим борьбу. Вот, и там было еще на чем побороться на столе, но... Ждали, когда Друзь опять сядет за стол, да? Ну, в принципе, да, я ожидал, что вот сейчас как раз Друзь вернется и будет, ну, и видно, не судьба. Но, кстати, они придумали-то, как сказать, это вот «Титаник», он был такой трудовой вопрос, то есть это не то, что они сразу там как ответ готов, да, а они придумали и очень восхищались собой, что придумали. То есть, ну, мне кажется, что он хорошо очень сыграл этот вопрос. Ну, что ж, спасибо и с наступающим. Спасибо, и вас всех с наступающим Новым Годом. Кому говорить-то? Нет, из камеры я имею в виду. Где твоя? Вот обе. А, обе. С наступающим всех вас. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые телезрительские... О, Юлия. Юлия Уварова из Саранска. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас был вопрос про... У меня голова кругом напомнился. Конечно. Как он родился? Я читаю блог одного культуролога, и когда я увидела пост на эту тему, у меня в голове загорелась большая лампочка, зазвонил колокол, и я поняла, что его надо вот немедленно паковать и отправлять, пока кто-нибудь еще не прочитал этот факт. Потому что он очень и очень... Он предназначен для «Что, где, когда». Да, очень красивый вопрос и любимая тема нашего ведущего. Вы именно с командой «Друзья» хотели сыграть? Я хотела сыграть с командой «Белозерова». Почему? Они исполнили свою мечту и сыграли в финале. Я исполнила свою мечту и сыграла в финале. Это приятно, когда люди достигают мечты сообща? Не совсем получилось, да. Тем не менее, вы выиграли, а знатоки тоже выиграли. То есть, по сути, и «Белозеров», и вы осуществили сегодня свою мечту. Я вообще считаю, что те, кто попал в финал года «В что, где, когда», и телезрители, и знатоки, они уже выиграли. Это некое признание их успешности как знатоков, признание некоторой успешности как авторов вопроса. Поэтому, даже если бы мой вопрос проиграл, я бы ни разу не расстроилась. Это уже... Для меня это некий... Некая ступень. Юль, но вас ведь можно назвать не только телезрителем, хотя вы сыграли уже сегодня четвертый раз, и у вас 2-2 сейчас счет со знатоками. Я напомню, весной прошлого года о столбовых дворянах был вопрос, на который, по-моему, никто не смог ответить в нашем клубе. О покупке стола в Японии, и вот этой осенью... Прослиного доктора Капицу. Да, Сергей Николенко ответил, да. Вас можно назвать и знатоком, ведь вы участвуете в корпоративной лиге «Что, где, когда». Вот нам сейчас покажут фотографию, и даже, как и господин Мосягин из команды Паташова, завоевали корпоративную «Хрустальную сову». Кто вы, Юлия Уварова, знаток или телезритель? Я Юлия Уварова. Что вам ближе, отвечать или задавать? Ну, это неразрывное понятие. Мне кажется, большинство знатоков пишут вопросы, и каждый телезритель, и каждый автор вопроса мечтает видеть себя в кресле игрока. Я не думаю, что кто-то из тех, кто пишет вопросы из господина знатоков, не хотел бы оказаться за этим столом. Юль, а вот участие в корпоративной лиге, оно как-то помогло вам справиться с волнением, с которым приезжают к нам впервые все телезрители? Да. Да, наверное, если бы я впервые попала в этот зал вчера, у меня было бы слишком много эмоций. А так я уже примерно понимала, что меня ждет здесь, какая обстановка, какие люди. Поэтому все прошло более-менее спокойно для меня лично. Ну что ж, желающие, кстати, могут тоже поучаствовать в корпоративной лиге. Это несложно. А вот создать вопрос такого уровня для финала года, это посложнее будет задачи, но вы из корпоративной «Хрустальной совы» справились и выиграли в финале года. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Елена, можно с вами поговорить. Добрый вечер. Расскажите, как вам у нас игралось первый раз вы в команде телезрителей? Очень волнительно. Очень волнительно, интересно, захватывающе. Слушать разные версии. Я правильно понимаю, что вы из Санкт-Петербурга и впервые приехали в Москву? Впервые в каком смысле? Вы бывали уже, да? Проездом, да. Но вот так прямо, на самом деле, не доезжала никогда до Москвы. Удалось посмотреть? Да, сегодня полдня гуляла по центру города, посмотрела много всего. Красная площадь, ГУМ. Как Москва? Нарядная, праздничная, весёлая. Такая вот прямо яркая очень столица. Очень понравилось. Но Питер ближе всё равно. По-своему, Питер, конечно, ближе, но Москва очень понравилась. Лен, а вы против команды Козлова играли. Это ваша любимая команда из этих четырёх? Так, из этих четырёх? Да. Из Белозёров, Поташов. К этой команде отношусь нейтрально, на самом деле. Хотели с какой сыграть? Нравится команда Белозёрова и Поташова. И, кстати, Александр, друзья, вот все три команды очень нравятся. То есть вообще ваш Питерский, конечно. Да, да, на самом деле. На вопрос о Волынке хоть они и ответили на первой секунде, но, кстати, как вы скрывали эмоции? Ведь нужно же не показывать мимикой. А что, показала как-то? По-моему, нет. Я и спрашиваю, как вы скрывали. Ну, старалась не показать, конечно. Старалась, как могла. Вот. Очень, конечно, расстроила, что услышала справа прямо сразу версию готовую. Вы не подали вида? По-моему, нет. По-моему, всё скрывало. Хорошо. Не знаю. Ну, что ж, а ещё раз хотели бы приехать на финал года? Ну, конечно, это интересно. И уже не так волнительно, наверное, было бы, наверное. Потому что всё-таки очень много эмоций. Ну, вот так вот. Ну, что ж, поздравляю вас с участием. Да, точно, спасибо. Спасибо. Андрей Колесников. Андрей, добрый вечер. Я помню, вы даже у нас как-то в одном из конкурсов нашей трансляции выигрывали книгу с автографами знатоков. Да, то есть вы наш постоянный телезритель. Но впервые здесь задаёте вопрос в финале года. Каково это? Ну, во-первых, я хотел бы обратиться к форумчанам. Простите, что молчал о своём участии. И желаю каждому из вас постоять, оказаться на моём месте. Даже просто участие в финале года — это что-то волшебное и невероятное. Хочется вернуться сюда снова. И буду стараться делать для этого всё возможное. — Ответили на ваш вопрос о Юлии Пересильд и команда Белозёрова. По-моему, вы как раз назвали её своей любимой, потому что одно поколение, да? Да. Как вы скрывали, когда на первой... Нет, не на первой, а в середине минуты Никита Старун сказал, что это Юлия Пересильд, наверное? По-моему, ещё Дарья Любинская на первых секундах озвучила правильную версию. Ещё по её мимике до начала минуты обсуждения я всё понял. Но старался смотреть вниз и не подавать знаков того, что это правильная версия. Седьмой раз вы играете. Вот я смотрю статистику. Две победы всего. Как вы будете улучшать свои показатели? Игра — это не только победы. Вкус побед становится слаще после поражений. Будем стараться улучшать сложность вопросов без потери качества. Я напомню телезрителям, что в этом году про аллегорию цвета. Помните, хамелеон, уважаемые телезрители, Денис Потехин ответил неправильно. Вопрос о нашем гроссмейстере Карпове, который с подушечкой ходил на первые свои матчи. И карикатура, ну это уже более ранние вопросы, 2020 год. Карикатура очки 2020 год, индикаторы станции переливания крови. Ну что ж, седьмой раз. Осталось шесть побед, и вы будете академиком. Мечтать идти. Безусловно, буду стараться делать всё возможное в достижении данной цели. Хотя и путь этот, очевидно, будет долгим и нелёгким. И я желаю вам пройти этот путь. Спасибо большое. Спасибо. Продолжаем трансляцию. КОНЕЦ А вот к нам подошел капитан Борис Белозеров и Дарья Любинская. Всем привет, дорогие друзья. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, я вас поздравляю, потому что все четыре команды можно поздравить. Сегодня знатоки победили. Мы выиграли финал года, это потрясающее ощущение. Ну и то, что мы сделали это вместе со всем клубом, в чем-то супер неожиданно, но в чем-то добавляет эмоции. Это классно. Как вам эти правила, которые придумал господин ведущий для знатоков? Справедливо? Ну, мне кажется, да. Они только чуть-чуть успели во второй части себя проявить, но, по-моему, все по справедливости. Каждый имел отрезок, на котором мог себя проявить. Кто как себя проявил, тот, собственно, да. Ну, в общем и целом... Мне кажется, команда Паташова взяла два очка и по справедливости завершила эту игру. Они молодцы. В первой отборочной части справились лучше всех. Ну да. Все справедливо. Вам попались два вопроса о Юлии Пересильд. Как вы оцениваете, он сложный, простой? Нет, это несложный вопрос. Была как бы сразу догадка, но я как-то побоялась поставить палец, потому что не была уверена. Ну, финал года. Ответственность уже не только за свою команду, а за четыре команды. И если ты точно не знаешь, а как бы придумал в процессе, то лучше как бы удостовериться в своей догадке вместе с командниками. Вот Никита тоже что-то такое же придумал. И ребята подтвердили, что догадка хорошая. Поэтому, собственно, мы и ответили. Давай, иди сюда. Второй вопрос. Кто к нам пришел? Вот, господин Галачян и пришел. О, кандидат на бриллиантовую савод. Максим Паташов, между прочим, да. Вот госпожа Самойлова. Ну, сложный, интересный вопрос. Второй вопрос про бильярд. Прекрасный вопрос. Нам он очень понравился. Ну, вот тут тоже как бы судьба расположилась. Была бы дополнительная минута, может быть, и успели бы его добить, конечно. Хороший, очень красивый вопрос, прям потрясающий. Тот случай, когда мы немножечко... То есть там действительно были сквозные отверстия, но когда ты думаешь, что они появились не случайно, ты пытаешься с этим работать. Они появились случайно. Почему случайно? Ну, в смысле, что там нет целей. Они сквозные. То есть не было целей сделать. Отверстия, да, это побочный эффект. И как бы, когда уже эти отверстия появились, уже, собственно, целевым образом их нельзя было использовать. Мне кажется, очень хороший вопрос. Он абсолютно берущийся, он просто сложный. Ну, да. Вот это прекрасный вопрос. Да, это тоже прекрасный вопрос. Мы просто сегодня, мы, Жень, по традиции, ходим в Пушкинский музей. Сегодня мы тоже были... Зачистили. Ну, на каждую игру теперь. Нам понравилось просто, мы втянулись. Да, мы были сегодня в Пушкинском музее на импрессионистах. До Ван Гога не дошли. Понимаешь? Но при этом про гравюру поговорили. Мы говорили, да, про гравюру. Можно я как... Импрессионист Иван Гог. Как в одной и другой передаче... Импрессионист. Ну, вот я поэтому... Да. Как в одной и другой передаче хочу воспользоваться случаем и передать привет. Так получилось, что на последних нескольких играх мы сказали, что мы теперь ходим в музей, и это некая наша традиция. И в нашей командной, как бы, судьбе начали происходить всякие замечательные совпадения. Например, после предыдущей игры к нам подошел очень симпатичный молодой человек и сказал, что он сотрудник музея... Зам-местительник. Зам-директора музея метро Москвы. Вот. А сегодня к нам подошла замечательная женщина и сказала, что она проводит экскурсии по Звенигороду, и они пригласили нас... Да-да, и теперь знают, что мы фанаты музеев, выходим на экскурсии. Зам-директора нас не узнал, но он услышал наш интерес к метрополитену, который был... Когда мы задали вопрос про лифт, эскалатор, вот это все, Цветаеву. В общем, это просто потрясающе. Спасибо большое всем музейным сотрудникам. Мы к вам идем в следующем году. Обязательно. Наконец-то вы станете культурными людьми, ребят. Все благодаря что, где, когда. Но смотри, Жень, начали ходить в музей, вышли в финал года. Выиграли финал года. Да, совпадение? Это шикарная традиция. Да-да. Это очень успокаивает экскурсию в музей вообще. Я думаю, что вы должны благодарить господина ведущего и господина друзья за то, что вы оказались в финале года. Ну, господина ведущего мы, конечно, благодарим, господина друзья безмерно уважаем и очень рады тому, что оказались и выиграли финал года. Сегодня на самом деле зрители должны сказать, что господин Друзь выиграл со счетом 6-5 неделю назад, а господин ведущий изменил правила. Да, Жень, ну я неделю назад еще в трансляции говорила, что я просто преклоняюсь перед командой Александра Абрамовича, потому что на их месте, конечно, ну очень тяжело, потому что они по всем правилам действительно заслужили этот финал и должны были в нем играть одни. И то, что они так великодушно позволили нам всем принять участие в этом празднике, что, где, когда, ну это супер. Бриллиантовая сова присуждена справедливо? Абсолютно, абсолютно, да. Да, просто вообще. Мы очень рады. Ну, спасибо за упоминание. Я хочу услышать, господин Галаченко, справедливо? Какие могут быть вопросы? Ну, то есть, действительно. Максим считал, что ты достоин. Ну, за это ему огромное спасибо. Собственно, Максим не первый раз номинирует меня на сову. Вот. И я, на самом деле, для меня это вообще самоценная награда, если честно. То есть, потому что, ну, Максим мой с детства любимый знаток. И такое... Вырос на его играх. Ну, во многом да. Да. И такое признание человека, ну, в общем, на которого ты ориентировался, так или иначе, оно действительно, ну, оно придает сил. Реально так. Но я при этом прекрасно понимаю, что и сегодня, и по совокупности, это, конечно, награда Максима. А будь, даст Бог, как бы, у меня будут еще какие-то следующие истории любого из нас, в общем-то. Спасибо. Можно я еще быстро... Очень коротко. Я тоже хочу сказать. Просто я хотела сказать, что мы очень счастливы, что мы просто принимали участие в игре с такими мэтрами. Реально, команда Поташова, команда Козлова, команда Друзья. Ну, это просто, ну, для нас... Очень коротко, три магистра. Да, три магистра и просто игроки, на которых мы, ну, равняемся. Синев еще четыре. Да, и Синев. Но я про капитанов говорю. И просто отдельное счастье, что наша команда просто принимала участие в этой игре наравне с такими, ну, мэтрами, действительно. Ну, это как в 2000 году, да, тоже огромная честь. Вот такой, да, такой игры не было 22 года, и мы безумно плещены, что выдался такой... И рады, что выдался такой шанс. Быстро, быстро говори. Я супербыстро говорю. Ты говорила, что нужно быть благодарным друзю, господину ведущему. Я очень благодарна, но я благодарна вот этим ребятам больше всего на этом свете, потому что без них не было бы... Да, ты пришел, спасибо. Я смотрю там в мониторе, а концерт на пленку записан, получается, это как? Спасибо. А я примазался. А я примазался к этому счастью, погреться. Это лучшая команда на свете, нет никого теплее них, и без них ничего этого бы не было в моей личной жизни. Козлову приятно это слышать. Кстати, Андрей, по-моему, еще не кончился ваш день рождения. Поздравляю вас. Спасибо большое. Большое спасибо за поздравление. Но я скажу так, я кусочек слышал того, о чем говорили ребята, а вот для меня была большая честь с ними играть. Я серьезно. Я говорил об этом полгода назад, и сейчас еще раз скажу. Вот первое чудо, которое случилось в этом году, это образование команды Поташовы и сбыча мечт Макса, да? А второе чудо, это возрождение, совершенно возрождение, причем даже, я не знаю, появление, если угодно, команды Белозерова. И я и в том интервью говорил, об этом скажу, что будут еще и поражения, и надо, чтобы они были, потому что если их не будет... Уже были. 1-6. Нет, нет, солнышко, тогда же не было и команды, я же про это говорил-то, да? Нет, вот именно когда она возникла. Вы сейчас готовы пройти и через испытания, мне кажется. И испытания не победой, потому что испытания победой вы проходите, слава богу. Это тоже очень непростая история. Очень непростая, ребят. А еще, дай вам бог, в следующем году один раз из трех немножко проиграть. И один раз из трех, обратил внимание? Обратил. А может быть даже из четырех. Оценил, оценил. Так что... Один из четырех, хорошая, хорошая, пожелание. Средители, может, не очень понимают, но мы понимаем, о чем мы ведем речь, да? Поэтому... И вообще это было хорошо. Вот прошедшая игра была фантастически фантасмагорической. И что еще показательно, ни одна из четырех команд не провалилась. Да? Ни одна из четырех команд не провалилась. Да, один вопрос, да, ответили. Да, одну очко. Сядьте и возьмите одну очко, да, под этим прессингом. Команда играла не на себя, команда играла на клуб. И провал любой из этих команд означало бы приближение провала клуба. Вот что происходило. Вот где было чудо. Не было соревнования. Какая разница там, кто еще сыграет, кто не еще сыграет. Каждый испытывал ощущение, что он обязан привести вот этот клуб к победе шесть. Вы можете поверить, мы не хотели садиться на счете 5-5. Мы хотели, чтобы игра любой ценой просто кончилась до этого. Вот и все, Женя. В этом же на самом деле история, извините, на вас пошумел. Но вы заслужили. Очень здорово, что вы постоянно напоминали, что клуб вместе. Да я не знаю, я не знаю, что я напоминал. Я помню, но я смотрел передачу. Ну, молодец. Я, наверное, в ней участвовал. Не знаю. Это не играет роли. Это было на самом деле. Это не нуждалось даже в вербализации. И вот это еще одно чудо, которое здесь случилось. Макс подошел, вот Боря Белозеров. Но еще чудо, когда на наших глазах мы вдруг вещественно, не гипотетически, а вещественно ощутили, что вот он этот клуб. И радость была общая. И радость потом за награждение Макса была общая. Очень искренняя. Очень искренняя. То есть вот это все вместе, это дорогого стоит. Там не то, что... А не провалилась команда, это не потому, что я про команды радуюсь. А что каждая команда свою лепту в эту победу внесла. Потому что, конечно, если бы не внесла, было бы всегда, ну, клубы выиграл. Но ты бы чувствовал себя, что ты не смог клубу... Не додал. Не додал. Вот и все. Вот про это и идет речь. Понимаете? Поэтому с наступающим Новым Годом, Женя, и уважаемым... Спасибо, Андрей. Мы всегда рады видеть вас в наших трансляциях. Я не сомневаюсь. Через год увидимся. Не только живого день рождения. Нашим трансляциям 12 лет сегодня. О-о-о! Поздравляем! Ну тогда... Не, ну тогда, 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 конечно, вы можете задавать любые вопросы и говорить самые разные странные вещи. Ура! Ура! Спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо, команда Белозерова. На Козлова. Он еще 14 лет назад знал, что Аргентина будет чемпионом. Чемпионом мира. У меня вентач. А он просто динамовец, динамовец. Александр. Да, здравствуйте. Борис, добрый вечер. Ну, как вам игралось? У вас уже... Спасибо. Не за что. Естественно, спасибо. 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 У вас уже прошло, так сказать, то неудовольствие, которое было неделю назад? У нас новое неудовольствие. Так, расскажите. Ну как, ну, могли взять два вопроса. И закончить все. Все закончить, как говорил. Все-таки, вот, Александр, вы даже когда номинировали на бриллиантовую сову, вы сомневались между личным и общественным. Да. А вот когда садились за стол, что для вас было важнее? Выиграть своей командой? Или это игра за весь клуб? Нет, ну, садись за стол, надо брать вопросы. Только и все. Сел за стол, бери вопросы. Там не думаешь, да. Ну, там, я что-то, то ли я перепутал правое и лево, то ли господин ведущий перепутал правое и лево на этом вопросе с картинкой. Про Бангога? Не важно. Вы знали эту картину, вы знали эту гравюру? Нет, картину знают все. Гравюру, ну, там, большей части не знает никто. Ну, Юлия Уварова молодец, она хорошо придумала вопрос, красивый. Если бы выиграли эти зрители, я бы голосовал за то, чтобы она получила этот правильный, хороший вопрос. Нет, ну, как, мне кажется, что две части в этом вопросе. Одна часть правильная и хорошая, что надо найти картину на картине. А вот другая уже, как бы, немножко, когда надо еще вспомнить, на какой именно картине, уже немножко нечто декогдашнее, мне кажется. Нет, ну, как, эта картина в обрезанном виде. Александр, я не могу понять, вы довольны финалом или нет? Да, конечно, мы выиграли, а как быть недовольны, когда мы все выиграли. Ну, да, мы все выиграли. Мы все выиграли. Ну, улыбнитесь хотя бы, ну, чтобы все поверили вам. Вот, вот. Александр, ну, в общем, год-то начинался, как хорошо, из 100 игр ваших, да? Да. Сегодня, кстати, вы сыграли 50-ю игру с господином ведущим, с Борисом Крюком. Ну, уже нет. Спасибо, что вы сказали, я не в курсе был, но вот. Помните, он вам когда-то не дал медаль за 50, потому что 50 было еще с Владимиром Ворошиловым? Сейчас снова не дал медаль за 50 с ним. Сейчас ты уже должен... Сейчас у вас уже есть медаль за 100 игр. Такой нет ни у кого. Пока. Пока, да. Ну, мы оптимисты. Да. Александр, пожелайте что-нибудь, и Борис, пожелайте что-нибудь телезрителям на следующий год. Ну, я им хочу сказать, что если они телезрители, значит, они пишут вопросы и играют против знатоков. Поэтому у меня традиционное пожелание удачи в игре и в жизни в Новом году. Ну, тут еще, как у меня традиционное пожелание всем, да, кто согласен с тем, что вся наша жизнь игра, как говорил Владимир Ворошилов, играйте как можно дольше и выигрывайте как можно чаще. Спасибо, и с наступающим. Ну, да. Спасибо. Юрий Филиппов, Михаил Савченков, поздравляю вас с победой, ребят. Спасибо большое. Миш, ты стал, четвертая игра твоя всего в клубе, да, и стал обладателем приза за самый яркий ответ года. Кстати, где он, да? Он, чтобы не потерять, лежит в моей сумке на самом надежном месте. Что ты испытал, когда ведущий вручил тебе этот приз? Кайф, кайф. И, честно говоря, некоторое сожаление, что этот приз не получила Дарья Любинская, потому что ее ответ тоже был блестящим. Вот, и я думал, что дадут ей, вот, и у нас очень хорошее отношение с Дашей, мне было немножко грустно, что Даша этот приз не получила. Ведущий перечислял ведь и Настю Шутову, да, думаю, догадываешься, за какой ответ. Конечно. Да, и Сережа Николенко. Вот, но твои свинки оказались ярче всех. Здесь есть некоторый рандомайзер, потому что в самый ответственный момент просто они прозвучали этот ответ, да, и тут еще и помогло то, что помощь клубу была, и все это было довольно драматично. Вот, ну, да, я, я правда, я сам очень доволен над тем ответом, чего скрывать. Да, вот Алена Повышева, у которой, кстати, позавчера был день рождения, да, мы ее поздравляем, она обладатель самого первого приза за самый яркий ответ, за патиссоны, да, патиссон сорта НЛО. А вы меня позвали как к мужу Повышевой или как к Филиппова? Нет, нет, я просто, просто к слову. Спасибо. Я тебя позвал как человека, который ответил на решающий вопрос этой игры, Юрий Филиппов из команды Максима Поташова. Самый главный вопрос в году. Ну, кстати, да, финальный вопрос финала года. Юра, это было блестяще. Как родился этот Титаник? Телеграм, с Титаника, по-моему, первый сигнал СОС подали, не знаю, откуда-то из глубин всплыл Титаник. То есть ты когда-то читал, да, и вот... Не читал, не знаю, придумалось как-то само. Я не понимаю, как работает эта магия. Вот если бы понимал, играл бы лучше, наверное. Есть интуиты, есть логики. Вот. И интуиты не могут объяснить, откуда берется ответ. Если бы не могли объяснить, это как та сороконожка, которая задала вопрос, как ты ходишь, как бы и все, и она перестала ходить. Вот так и интуиты. Я понимаю, почему, как люди не могут объяснить. Я сам логик, вот, но я видел, я играл со многими интуитами, вижу, как люди достают вопрос из новосферы, и я точно так же поражаюсь каждый раз этому, как первый раз. А я отличаю интуитов от инуитов, и это мой плюс. Да, ну вам, вы сегодня на все три вопроса ответили. И об Александре Друзе с дочками, да, и об Александре Невском тоже. И о Александре Титанике. Да, ну, как сказал один из магистров сегодня в интервью, главное событие этого года, что родилась команда Паташоу, блестящая команда. И вот вы согласны, что Максим лучший игрок этого года? Да, бесспорно. Ну, то есть, Макс, он так всех собирает и аккумулирует, что нельзя выделять кого-то из полевых игроков. Действительно, капитан здесь делал самую большую работу. Спасибо. Спасибо большое. И с наступающим вас. Спасибо. Счастливо с наступающим. Спасибо. А вот два Михаила. Михаил Мун, Михаил Скипский. Два Михаила — это сила. Это сила, да. Добрый вечер. Как вам этот удивительный финал? Я уже не помню, когда в последний раз в финале года у нас играло несколько команд. Это было, по-моему, в 88-м году, еще в Совен-центре. Давно. В 2000-м, говоря. Это был не финал года, а финал землистерии. Неважно. Да, в 2000-м году в последний раз четыре команды играли. Тогда ни один из вас еще не участвовал. Не играл. Нет, я уже не участвовал. Я начал в 97-м. Я помню, да, но в том финале ты не участвовал. Не был среди этих четырех команд в 2000-м году. Ну, как вам? Понравилось? Ну, собственно, как игроку не очень, конечно, потому что все-таки мало. Мы же хотим побольше, побольше сыграть, вопросов, да. А с точки зрения члена клуба очень-очень кайфово. То есть такое единение, действительно. Мы все вместе были, и все вот. Это очень символично. Вся зимняя серия, как прошла, она началась вот с того, что реально люди, шесть человек из шести команд сели. Да, очень дружно сыграли, очень мило, как бы, да, без каких-то дрязг, без зависти, там, без вражды. Ну, да, и это стало прелюдией. Да, дальше каждая команда так же играла, что так получилось, что никому не надо было болеть против, как бы, да, потому что шесть-пять, это же тебе надо только победить. Всех все устраивает. И, как бы, вот, прямо вот была вся серия без злобы. Такая беззлобная серия, да. И финал очень был беззлобный. И это, мне кажется, очень символично, что в этом году мы так сыграли. Это очень важно. Показали, да, городу и миру, да, что наш клуб все-таки хорош. Всех сильней. Ну, не знаю, кого он сильней, но он хорош. Ну, что ж, с наступающим вас. Спасибо и вас. Каких вопросов-то вы ждете на будущий год? Что присылать телезрителям? Про животных. Я жду вопросов про животных, конечно. Миша? Ну, они все равно меня не послушают. Нет, вы хорошо сейчас присылаете. Вот весь год, вот в целом, все вопросы на такую твердую пятерку, как бы, даже без минуса. Вот, на твердую пятерку. Так держать очень хорошие вопросы. Спасибо, с наступающим. Спасибо. Ну, что ж, уважаемые телезрители, закончился финал 2022 года. Я хочу напомнить, что кроме корпоративной лиги «Что, где, когда» у нас есть еще и молодежная лига. Вы сейчас можете видеть адрес сайта, по которому вы можете зайти и присоединиться к молодежной лиге «Что, где, когда». Там вы сможете научиться играть «Что, где, когда». Ну, что ж, ждем вас у экранов телевизоров в следующем году. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!